МОЛГОРОД Это МОЛГОРОД. Мечтай, твори. Я вам все просто. Всем привет! Меня зовут Виталий Аксивкин. Я ежегодный участник форума МОЛГОРОД. Если вы до сих пор не подписаны на участников реалити-шоу Битва Блогеров, сделайте это прямо сейчас. Следить за творчеством команды МАЧИ БЛАЙФ, Рыжей Батарейки и Богатыря очень интересно. Сегодня участники шоу Битва Блогеров работают за Волгой. Мы находимся на территории форума регионального развития МОЛГОРОД. Нашему форуму 12 лет. Главная цель это образовательная. Мы охватываем 10 направлений. Площадка экологии. Здесь мы с одной стороны понимаем, что мы находимся на берегу реки Волга. То есть необходимо молодежь приучать беречь природу. И здесь ребята будут писать экологические различные проекты. Следующее это развитие предпринимательства, например. То есть действительно интересные площадки, которые разрабатывались по пожеланию самой молодежи. Так, например, во вторую смену у нас будет площадка киберспорт и IT. Площадка, например, карьеры и трудоустройства. Где молодежи будут объяснять, как правильно оформлять режимы, как проходить собеседование. Как непосредственно расти и развиваться по карьерной лестнице. Плюс еще в рамках форума будет тот же грантовый конкурс. Ребята днем учатся на проектном мастерстве. Да, учатся, как правильно оформить проект. По итогам форума у них есть возможность перед экспертами защитить свой проект. И получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта в своем муниципалитете, в УЗИ, в школе. На локацию блогеров отвезли, информацию им предоставили, время не ограничили. И даже солнечную погоду для съемок заказали. Шутка. В общем, пора творить. Снимать самый яркий ролик о Молгороде. Саламчик, друзья. Сегодня мы приехали за Волгу. Это Молгород, друзья. Первый раз тут я сегодня. Удивился, конечно, что там они все в палатках живут. Ну, это, я думаю, для таких городских, вот таких для этих людей. Потому что сейчас именно сезон Сенокоса. Сейчас я только переехал с Сенокоса. Деревенские они работают, 100%. Точно тут не сидят. А тут кто в городе живет, то где-то вот. Поэтому для них и палатки, это же ноу-хау для них, как бы, да. Кушать там на улице для них интересно. Поэтому думаю, почему бы нет таких вещей делать. Ну, ладно. Не буду. Сами ешьте. Сидентов, не буду вам обгородовать. Потому что московский полетеныш все-таки. Московский, но чебоксарский. Везде можно чуть-чуть что-то послушать, правильно? Везде, как знаешь, что-то может себе взять какую-то информацию по-любому. На самом деле, потом это все вот применять. Я вот только где только не был, на какие тренинги только не был. Это понятно, там все одно и то же. Но говорят, но если ты это не будешь принимать, это, как вот книгу прочитал, например, по успеху, да? А упражнение не сделал. Это что, тоже неинтересно. Ханна приехала, тут все. Звезда. Мы-то что-то так местные. Спикером могу прийти один раз там выступить. Еще один раз подняться, и все. А так, жить я не знаю. Ну, прикол, есть, конечно, свой кайф в этом. После этой лестницы обратного хода нет. Только наверх. Не шагу назад? Не шагу назад. Все, понял. Все, погнали, что ли? Нет, рано. А что? Натянут. Сила духа там что-то просыпается. Во мне что-ли просыпалось, что ли? Ну, идешь уже, силы. Ну, что думаешь, подниматься? Чем надо? А хотя надо подняться, думаю, что там люди смотрят, точно не поднялся бы, это вообще не то. И все, поднимался, до конца, до поднялся. А спустился там вообще 10 секунд. Поднимался он сколько? 10 минут, все. Нормально, в принципе. Ой-ой-ой. Он так будет болтаться, что ли? Ага. А как на нем подниматься? А вот так. А? Руками. Руками? Я ломаю, все просто. Ага. Уже у меня тошнило наверху, когда поднялся уже, вот так стою. Как-то еле раздышался. Сюда рапорт! О май гад. Это, мол, город репетиция. Это, мол, город, мечтай, твори. И заряжайся, и на полную живи. О, отлично. Еще раз. Как же здорово, что мы выезжаем каждый раз на такие потрясающие места. За Волга, Сосновый лес, мол, город, я не знаю, просто заряжающая атмосфера. Клевые ребята, уже познакомились с многими. А что там вкусненькое? Ты так. Вода. Вода. Да, вот именно так. Непростая выдалась битва блогеров. У Ильи отличное чувство юмора. КВМ дал свое. Я уж не знаю, что придумать, но верю, что у нас получится сделать круто, классно и поразить зрителей. Это не... Давайте вы придумаете. Нет. Сейчас, подождите. Прямо сейчас мы снимем, мы уже пойдем дальше. Нет, мы дальше пойдем. Давайте так. Это безопасность. Я тебе задам вопрос. Поделись, пожалуйста, что для тебя, мол, город. И ты говоришь, это... Тра-та-та-ра-та-ра-там. Может быть, это... Ты инструктор, это значит, у тебя целая банда детей? Ага, вот ты можешь про это сказать. Поделись в двух словах, что для тебя, мол, город. Это счастье на Волге. Давайте еще раз. Это была репетиция. Солновалась. Владислав, сейчас тебя будем писать. Ты чего ржешь? Ха-ха-ха-ха. Готово? Пишем. Для меня, мол, город – это возможность снять еще один клевый ролик и вырваться вперед. Пишем, да? Наташ, можешь как-то снизу снимать, чтобы палатка надо мной была? Прям вообще камеру ниже. А камеру можешь еще ниже сделать? Приятной, неожиданной, что нам сегодня подарили вот такие кепочки, футболочки. Буду вспоминать с любовью в сердце. Теперь я официально молодежь города Чебоксары. Что-то какие-то знакомые люди, что ли, ходят. А, нет, я не знаю. Студенты, откуда у тебя студенты знакомые? У меня очень много студентов знакомых. Так, дальше. Всем привет! Меня зовут Виталий Аксивкин. Я ежегодный участник форума «Молгород». Я здесь уже с самого первого раза, уже не помню, когда это было. И приезжаю сюда каждый-каждый раз. Нормально или перебор прям? В общем, у меня сегодня образ такой, активиста, который каждый год посещает форум. Он здесь все знает, все про всех и так далее, про все площадки. Ну, и, соответственно, с юмором «Молгород» внутренний такой, который, типа, всем присущий. Андрей, 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 здесь. Удущий думал, что вы так разговариваете. Короче, ты смотри, ты сейчас, ну, просто кадр, как они сидят, как он что-то говорит. Смотри, я предлагаю, как делать. На каждой площадке пять площадок. Сначала просто делаешь подъем. Не могу. Подъем. И я говорю. Подъем. Я говорю. Сними просто чуть-чуть. Смотри, Андрей. 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 Я был здесь много раз. Я приезжал как участник, приезжал как КВНщик выступать сюда, приезжал как спикер. Вот, ну, когда был последний крайний «Молгород», мы приезжали как спикер и разговаривали про блогерство, про вообще интернет. В прошлом году батя доказал, что картошку выгоднее покупать, чем сажать. Да, да, да. Вот это жизняк, это жизняк, да. А чем было? Потом сделаем, сейчас еще. Я знаю все вот их болезни, что им не хватает. Я знаю, что они все мечтают о горячей воде. И мечтают поспать на теплом, хорошем матрасе. Потому что палок спать, все равно это как бы немного, ну, чуть-чуть тяжеловато. Так тогда я кого? Сюда работаю? Да. На Андрея? Да. Ну, давай. Сейчас. Ты, конечно, закалиберешься двух камер монтировать. Ну, давай. Давай-давай, поехали. Звук оттуда просто правильно. Да. Приехали сегодня сюда всей командой большой своей. Потому что, в принципе, когда еще выберемся на природу, на Молгор? Потому что здесь очень много знакомых, очень много ребят, с которыми мы общаемся и так далее, дружим. И почему бы не приехать сюда, со всеми с ними увидеться, подышать свежим воздухом, не считая, что у меня аллергия на это все. Вот. Ну, и у ребят нет аллергии, поэтому они кайфуют. Они отдыхают, они помогают мне снимать, накидывают шутки и так далее, помогают там делать подсъемы. Нет, нет, про оригами прикольно. Вы знаете, я на сегодняшний год хочу сделать свою площадку оригами. Вот, смотрите, сколько шишек, а можно все собирать из них, все делать. Это же и ежик, и... И лошадка. Тут просто все от фантазии зависит. Да, да, да. Какую фигню, я говорю. Не терпится посмотреть готовые ролики? Членам жюри тоже. Напомним, работу блогеров оценивают. Победительница первого сезона реалити-шоу битва блогеров Екатерина Доброхотова. Я буду оценивать идеи, креатив и тренды в блогерстве. Начальник отдела по связям со СМИ администрации города Чебоксары Алексей Гурьянов. Я буду оценивать информацию о городе Чебоксары и любовь к нему. И редактор национального телевидения Чувашии Мария Шоклева. Я буду оценивать качество роликов, картинку и звук. Всем привет! Меня зовут Артем Активкин. Я каждый год езжу на Молгород. Я здесь уже очень-очень давно. И в этот раз у меня уже, Молгород, двенадцатый. Прямо столько же, как у меня пальцев на ногах. Ладно, что там буду много говорить. Пойдемте, я вам покажу, как здесь у нас на Молгороде круто. Будем кушать гречку с тушенкой. Пошли. Нам вот здесь вот везде живут наши все ребята, студенты с колледжей, с университетов. Вот мы здесь вот все в палатках. Я тоже где-то поставил свою палатку, и она где-то зеленая должна быть. Ой. Ну, ничего страшного. Если не найду, то я буду спать на траве. Потому что я человек природа. А сейчас мы на площадке предпринимательства. Я сюда пришел уже двенадцать лет подряд. И знаете, это все проходит для меня с пользой. Потому что в прошлом году я смогу показать покупать. Чтобы покупать картошку, намного выгоднее, чем я в вашем виде. Поэтому приходите. И это еще не ведет очень много интересного. А у нас на форуме очень много талантливых ребят. Вот здесь что-то сзади репетируют. Пойдем спросить, что они-то делают. Ребят, а что вы тут делаете? Здравствуйте. Мы снимаем тиктоки. Тики-токи. А может с вами тоже тики-токи снимать? Давайте. Бум. Чпонька. Право-лево-вниз. Там прямо ладошки. Тун-тун-тун-тун. Нет. А сколько раз тун-тун-тун надо делать? Вверх. Ой, ребята, очень сложно. Может мне в фатсапе видео скинуть, я перепетирую, потом приду. Я так не смогу сделать. Это база. Это база? Соображай, чтобы был порядок. Лопать или мозги. А вот сейчас мы были на площадке волонтерства, и там выявляют лидеров. Знаете, я тоже хочу быть лидером, потому что, ну, не зря я сюда приезжу 12 лет. И вот если я буду лидером, у меня будет потом своя площадка подделок. Посмотрите, какие-то замечательные шишечки. Вот это вот, это ежик. Вот это вот, это морской ежик. Вот это вот, это вот дикобраз. А если вот их все вместе собрать, это же наша флора и фауна. Алина, а кого ты уже сегодня видел знаменитостей? Вот говорят, тут Ханна Монтана приезжала. Вот эту песню помнишь, это лимузин за окном? Эй, не настолько старая. Ты что, тут была Ханна? Она, знаешь, вот этот французский поцелуй. Ты... Лимузин за окном. Вообще, конечно, у меня это свои делегации, поэтому я хожу и питаюсь. А, вот у разных ребят. О, привет, а что вы готовите? Лов и суп. Лов и суп? Нет, это я уже кушал на завтраке, на обед. Надо пойти, что-нибудь разнообразить, наверное. Пойду в другую делегацию, давай. Приятного аппетита. Пожалуйста. Хорошо, все. Вы услышали, мы что-то? За 12 лет ни одной дырки не отдам, не отдам бейджик. Давай бейджик. А многие молгорачане жалуются, что тут нет горячей воды. Знаете что, в Чебоксарах тоже в некоторых районах нет горячей воды, поэтому не жалуйтесь, а закаляйтесь. Я вот пошел купаться. Знаете, за 12 лет я испытал столько эмоций тут, столько площадок. Но жаль, что не было площадки влогерства. Может, хотя бы так бы понял, что к чему. Ну, ничего страшного. Кину монетку, вернусь в следующем году. Я надеюсь, она точно появится. Ой, а как я потом отсюда уеду в Чебоксары? Да киньте на Чебоксар, пожалуйста, послезавтра. Ну что, ладно, всем пока. Спасибо большое, что вы приехали. Вот, приезжайте к нам еще в следующем году. Но я пошел на мастер-класс, а вам хорошей дороги. Все, давайте, пока. Мальчик Лайф. Как всегда, все хорошо, очень интересно, смешно. Каждый ролик – это новый образ. И хотелось бы похвалить за то, что в конце ролика мы наконец-то увидели того самого блогера Илью. Хотелось бы в следующем ролике познакомиться поближе с Ильей, увидеть его настоящего, а не какого-то персонажа. И нам всем захотелось поехать на форум Молгород. Я там не был ни разу, но сейчас я хочу. А раз нам всем троим захотелось поехать на форум Молгород, значит, цель достигнута. Круто. В Мальчик Лайф приехали огромной командой своей на съемочную площадку и использовали две камеры. Это здорово, но большое «но» есть. А когда вы монтируете кадры с двух камер, они должны быть одинаковые по цвету и по свету. А у вас одна картинка была темнее, чем другая. И это бросается в глаза. Также мне не понравилось, что когда Илья сидел на мастер-классах, звук там очень плохо слышно. Понятно, он не хотел мешать спикерам. По-моему, логичнее было записать это вдалеке от мастер-класса, а сам мастер-класс показать под съемками, то есть перекрыть звук видеокартинкой. Итак, оценки команды Мальчик Лайф я ставлю 10. Я ставлю 10. Я ставлю 8. Саламчик, друзья. Сегодня мы приехали за Волгу. Это Молгород, друзья. Молодежный форум. Давайте проведем чуть-чуть вам экскурсию. Самому тоже интересно первый раз. Первая площадка. Что-то интересное рассказывает. Про собак, видимо. Про экологию. Про экологию. Это вторая площадка. Это вторая площадка. Саня уже как разговаривает, не понимаю. Самое интересное, они все, эти 450 человек, живут вот таких в палатках. Что написано у вас на груди? Кубашка ргулы. А что, Саня? Двора Чебоксан. Никакого. Все-таки уговорили меня, или я уговорил. Пойдем кататься наверх. Кукушка называется у них. Ласково. Ну, я не знаю, ласково там или не ласково. Держачки. Держачки. Сюда, рактор. Потому что в меня врежешься. О май гад. Я думал, но уже не думал. Здесь уже. Итак, богатырь, это единственный из всех блогеров, который показал то, что на, мол, городе, помимо умственной нагрузки, еще есть и физическая. То есть там, на самом деле, очень много физической активности, и богатырь это показал. Это очень большой плюс. Богатырь молодец. Во-первых, он сохранил свой стиль, подставил даже свою музыку, если я не ошибаюсь. А во-вторых, он сначала показал на себе, а потом дал рекомендацию. Это большой плюс для блогера сначала попробовать, а потом только рассказать. В этом плане он большой молодец. Но, опять-таки, нет концовки, какого-то логического завершения. Хотя бы можно было музыку плавно закончить. И это смотрелось бы намного лучше. У меня к Саше такая же претензия, как и к команде Matchib Live, о качестве звука на площадках, где проходило обучение. Опять же, повторюсь, нужно было говорить громко, но подальше от спикеров и сверху поставить подсъемки. Ну и по качеству картинки резануло то, что где-то кадр белый, где-то кадр красный, где-то кадр темный. Тоже некрасиво режет глаз. Я ставлю богатырю 8 баллов. Я ставлю 9 баллов. А я 7. Мы находимся на базе отдыха Буревестник. Это образовательный форум Молгород. И мы расскажем сегодня все самое интересное о нем. Прямо за моей спиной в шатрах проходит обучение, реализация, подготовка проектов. И поверьте, здесь самая заряженная молодежь Чувашии. Поехали! Опа! Стильная экипировочка. Я думаю, самое время отправляться знакомиться с этой молодежью. Мечтай, планируй, делай. Отличные слова для любого бизнесмена. Кстати, юные бизнесмены сидят прямо сейчас здесь и слушают лекцию по предпринимательству. На этой площадке ребята изучают все о проектной деятельности. А эти ребята изучают основы экологии, как сохранить и защитить нашу планету. Здесь готовятся будущие волонтеры, которые в трудную минуту готовы прийти на помощь, не требуя ничего взамен. Посмотрите на них! И пятая образовательная площадка, на которой проходит лекция по студенческому самоуправлению. Это Молгород, мечтай, твори. И заряжайся, и на полную живи. Здесь обучаются ребята, познают все новое. Помогают, покоряют все вершины в вышине. Поделитесь в двух словах, что для вас Молгород. Молгород – это состояние души. Для меня это возможность для себя. Это счастье на Волге. Это новые возможности. Новые знакомства. Это лучшее мероприятие для молодежи нашего города. Это новые идеи. Кутые площадки. Это шансы в светлое будущее. Это безопасность молодежи города Чеборска. Это здоровые спортивные ребята. Это развитие и работа в любимой команде. Это свобода, природа и молодежь. Это самые крутые соцсети, на которые стоит подписаться. Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм, начало каждого. Молгород – это отличная возможность проверить себя, но возможность выжить в таких непростых условиях. Обратите внимание, ребята готовят ужин себе сами. А что у вас там вкусненькое готовится? Это вода. А у делегации цивильского техникума не вода, а гречка. Это не просто есть можно. Это очень вкусно. И все-таки, мол, город – это клевая, умная молодежь. Вот в таких условиях они живут. Палатки, чистый воздух, сосновый лес и комары. Посил, зараза. Ну и рыжая батарейка. После просмотра этого ролика, я скажу честно, мне не захотелось ехать на Молгород. В отличие от ролика MyCabLife. Но плюсы там тоже есть. Очень много опрошено людей. Показало разносторонних людей на форуме Молгород. Показало руководителя форума Молгорода Стаса Трофимова. Никто большого, кстати, не показал. Рыжая батарейка, хочу похвалить за то, что ты, видимо, сама написала эту песню. Большой плюс тебе за это. Я увидела переходы, ты сама попробовала кашу, были живые эмоции. Это очень здорово. Ты молодец. Только фоновую музыку я бы выбрала немного другую. А я бы применила что-нибудь динамичнее, интереснее и современнее. Алену хочу похвалить за разделение экранов во время интервью. Мне интересно было смотреть за всеми четырьмя экранами и наблюдать, какой из них оживет в следующий раз. И фругать хочу тоже за то, что фоновая музыка была очень громкая. И порой именно из-за этой музыки было плохо слышно от говорящих людей. Оценка Алене. 9 баллов. Не захотелось поехать. Моя оценка 10. Я вижу, как ты стараешься. Ты молодец. Моя оценка 9. Лучше всех по моему критерию в этот раз. Мы получаем множество сообщений от зрителей. Часто они не согласны с оценками экспертов. Поддерживайте любимых участников комментариями, реакциями, предлагайте идеи. Это дает силы. Мы создавали наш проект для того, чтобы блогеры росли, удивляли и честно рассказывали о городе Чебоксары. Продолжение следует...